Сегодня ваша позиция, когда вы говорите, что эти гаражи стоят законно, либо сарай, они стоят незаконно. Вам неудивительно выдавалось когда-то разрешение. Разрешение было срочное. Был прописан срок, на который вам дается разрешение. Вы на основании этого разрешения уплачивали какие-то платежи в насилие, запользованные земельным участком. Все это время, с момента окончания этого разрешения, вами не предпринимались действия по узакониванию этих гаражей. Земельные участки, несмотря на то, что собственность неразграниченная, сегодня распоряжается этим НИУ, Министерство имущественных отношений, Аркутской области. Вы же не обращались к ним с просьбой рассмотреть возможность использования этого земельного участка. Правильно? Правда. Вы не давали право такого нам, чтобы обратиться к вам. Я не могу сказать на право. Этого не было такого. Еще раз, вы слышите меня. Вы одну спросили, а сразу. Органы местного самоправления не распоряжаются землей. Есть сегодня орган, который определен. Этот орган я вам назвал Министерство имущественных отношений. У кого-то из вас сегодня есть заключенные отношения с органом Министерства имущественных отношений? Сегодня есть узаконенные отношения по использованию земельных участков? Никто не предлагает. Я не должен предлагать это вам. Это ваше право. То есть, все это время, все эти годы, которые сегодня в вашей гараже стоят, и вы не платите за использование земельного участка, все это время они стоят незаконно. Почему администрация этим занимается? Администрация не может фильтровать и говорить, ребят, вот там я глаза закрою, а здесь я снесу. Администрация работает на основании, первое, обращения граждан, самого первого, на которые мы обязаны отреагировать. И если житель, ваш сосед может быть, может друг, может нек друг, может просто человек, которому мешает гараж, обратился в орган местного самоправления, я обязан эту заявку включить в план, и следующий контракт, который будет разыгрываться, определить, законно или незаконно стоит, и после этого, если стоит незаконно, демонтировать. Органы прокуратуры, в которых тоже поступает обращение от жителей, перенаправляют и ставят на контроль. И сам муниципальный контроль, который проявляет незаконное использование земли. Вот три фактора. Сам муниципалитет, обращение граждан, либо контрольные органы, в которые вся информация сводится в администрацию, составляется план работы на период вперед. Когда, какие гаражи будут убираться. Действия администрации. Перед тем, как этот гараж, либо объект, будет демонтирован, мы вывешиваем информацию. Уважаемые собственники, пожалуйста, определитесь, предоставьте информацию, потому что ваш гараж, либо там сарай, будет демонтирован. Второе. Мы обращаемся в УВД, для того, чтобы органы через своих участковых определили, нашли чей-то гараж и связали с собственниками. Даем время, чтобы вы самостоятельно это сделали. После того, как это не сделано, и у нас вопрос не стят в контроле, мы клеим следующее объявление о том, что вами не выполнено это условие, в связи с этим нами будет это выполнено за счет муниципалитета, за счет контракта, который разыгрывают. Держим и опять даем время. Если этого опять не произошло, если полиция к нам не нашла, то мы выходим комиссионным вместе с представителем полиции, скрываем гараж, делаем опись того, что находится в гараже, закрываем его и изымаем этот гараж. И опять даем вам время, чтобы вы нашлись и подтвердили свое право на этот гараж и на то имущество, которое там находится. Сегодня в практике у нас, когда мы этим занимаемся, мы находим угнанные автомобили, ворованные стройматериалы и многое другое. Это исключение. Большая часть, конечно же, 80% это гаражи, которые просто использовались как гаражи, как склад, как бытовки, как хозяйственный инвентарь складывали, как засолка, там еще что-то. Но это все сделано вами, на сегодняшний день использовалось, без подтверждающих документов на право установки этого гаража либо сарая. Что происходит дальше? Слава Богу, что вот вы написали в администрацию, что мы обязуемся убрать, и сейчас более-менее чисто. Но это же не всегда так. Поверьте мне, каждый гараж, который мы демонтируем, вокруг него получается такая помойка, которая разрастается, покрышки, масло слили, еще что-то выбросили. За гаражами, каждому сейчас из вас зайди, посмотри, что там будет, да, за каждым гаражом, будет мусор. Бурьян. По-разному, и бурьян, и мусор. И вы говорите, ну, если уж петух клюнул, давайте мы уберемся, обязуемся навести порядок. А что мешало раньше обратиться и заключить какие-то отношения, чтобы вы понимали, что этот гараж можно не трогать, потому что есть основания. Что мешало навести порядок самим в своем дворе? Проедьте, посмотрите, там, где сегодня люди сами убрали гаражи. Что они после себя оставляют? Своим соседям и самим же себе. Горы мусора. Завален университетский, завален первомайский. Весь юбилейный. Все, что было в гараже, все вываливается на улицу. Гараж продается кому-нибудь, либо там пилится. И все это остается нате, муниципалитет. Ешьте. Но муниципалитет, это мы с вами вместе, жители. Хорошо, вот вас выслушал, и я могу сразу сказать, после того, когда вы вывесили уведомление, в уведомлениях не было оговорено, как мы должны действовать. Просто сроки убрать и все. Это вот сейчас нам и разъясняйте, как мы должны действовать. Я пришел к администрации, вот к этой женщине пришел, дисситирую кабинет. Начал разговаривать, она мне сказала, ничего не знаем, убирайте и все. Даже никаких, никакого этого, как это действует, как заявление там может написать по совету, ничего не советует. Еще раз, услышите меня, не даем мы вам права такого, нет у нас таких полномочий. Правильно нам это надо было, наверное, я тоже туда ходил. Подождите, но вам же говорят... Это уже было как-то распоряжение, да. Это какая разница, вы нам ничего же не объясняете. Вот сейчас человек объясняет, вот так надо владеть, а мы удивляемся, что она так будет. Подождите, еще раз, я вам говорю о том, что это не сейчас, потому что вы, в Крещене Михайловне, у вас появилась такая возможность. Я говорю, что все эти годы у вас была эта возможность, но вы этой возможностью не пользовались. Нет, давайте так, еще раз объясняю. У меня были с вами отношения с городской администрацией с 2007 по 2013. Каждый год вы мне давали расчет, я по каждому расчету оплачивал по вашим реквизитам и приносил вам чеки. Потом вы мне не стали отдавать этот расчет. Вы слышите, что я скажу, потом вы говорите. Все, я начал вас атаковать, а что мне делать-то дальше? А вы сами не знаем. Дали мне телефон, звоните, а у вас потом уже и люди поменялись, другие стали. Я уже не знаю, куда, чего обращаться-то. Вы же не даете никаких, чтобы я как-то узаконил это место. Вы же не даете это право, и не говорите, как это надо делать. А теперь вот приехали к этому, что тебе делать? Еще раз, мы не приехали к этому. До того, как мы с вами собрались, у нас месяц провиселся здесь документ о том, что стоит незаконно. С 2013 года, пять лет, пять лет вы никуда не платили. Мы приходили, обращались. Я обращался, вы не выдавали этот расчет мне. Да я не могу его вам выдать. Но объяснили бы. Когда-то вы выдавали этот расчет? Объяснили бы тогда, в чем дело. Вы же это знали, почему? Вот еще раз, с 2013 года многие люди действительно поменялись. И не с 2013, я в 2015 году пришел за 2014 платить. Это уже не с 2013 года. Еще раз говорю. С год проходят, и я потом только плачу, когда вы выдаете расчет. Еще раз говорю. Действительно, много людей поменялось. У вас есть возможность прийти всегда. Не получили информацию от одного чиновника, другому. У вас есть депутат свой. Я так и сделал. У вас еще времени не стоит по вашим чиновникам ходить. Скажите, вот у меня лично нет времени по вашим чиновникам ходить. У меня получается... Они законно используют себе участок, не время. Я бы ходила на полено, мне сказали, что до начала декабря ждать. Вы-то должны нам помогать, вы же за счет с нас сидели. А получается, вы нам не помогаете и не хотите. Давайте, никто не отказывается, что мы должны вам помогать. Действительно, вместе мы должны решать. Ваше предложение, что мы должны сейчас сделать? Сейчас я скажу вам, Томат Алексеевич. Подождите, давайте жители высушим. Все, у нас, депутат, вам объяснишь. Я не хочу вас обидеть, но я на минуточку их представитель. Я не хочу вас обидеть, но на минуточку я здесь с этого года, да? Год один исполняю обязанности. А вы здесь очень долго исполняете обязанности. Правильно. Если бы вы пять лет назад объяснили людям, что нужно пойти в МИУ и там это сделать... Значит, я вам рассказываю. Раз вы хотите перевести... Я же вам еще раз говорю. Вы хотите в легкий скандал, ну, я не сторонний скандал. Поэтому наберитесь мужества и просто послушайте. Прошлый созыв, но здесь все так же собрались. Когда асфальтировали вот эту улицу. И те кладовки и гаражи, которые не пользовались, вместе с предыдущей районной администрацией, без скандала все вывезли. Понимаете? Дальше. Когда полномочия ушли в область, тут и я ходил, и люди обращались, да. Здесь по генплану идет девятиэтажная застройка. Область вообще не хотела этим заниматься. И у них есть ответы, я вам хочу сказать. Более того... Вот ответ на что? Ну, но тем не менее... Мне сказали... Теперь, что касается, какое предложение? Мы же выработали уже здесь позицию, да? С девятнадцатого года полномочия по земле возвращаются куда? В город Юрдово. Осталось ровно два месяца. Человек, который был здесь на прошлой встрече, он говорит. Давайте мы сейчас все это снесем, потому что у нас уже есть деньги бюджетные. А вы потом придете с Нового года и будете у нас тут согласовывать. Я предлагаю сделать наоборот. Не, ну, конечно, это же логично. Потратить бюджетные деньги, чтобы снести это все. Вам сейчас не дадут землю, потому что она в обременении. Послушайте, вы же задали вопрос, какое решение. Я вам предлагаю решение. Приостановить это все до января девятнадцатого года. А с того момента, когда полномочия перейдут в город, я не знаю, Куми будет заниматься этим, или район, люди кому надо пойдут и оформят. Мы их также соберем, скажем, ребят, вам три месяца срока, кому надо, оформите. Кому не надо, все снесем и зачистим. Мы снимем напряжение и уберем поляну, если это здесь, здесь не надо. Ну, а теперь наберитесь мужества и послушайте. Депутаты принимали Генклан города Иркутска. В Генклане вы сказали, что эта территория под что? Под девятиэтажную застройку. Как муниципалитет будет здесь давать разрешение на гараж? Договор на одиннадцать месяцев. Легко. Не капитальное строительство. Это все решаемо, Антон Иркутович. Было бы желание. Еще раз. Вы говорите о том, что сегодня эта территория определена под застройку. Она в Генклане стоит. Она не определена под застройку, но в Генклане здесь стоят девятиэтажные дома. Ну, наверное, уже шестнадцатые этажи. Но они стоят там, так, чтобы мы с вами понимали, уже лет двадцать. По крайней мере, на моих девяти лет депутация, я их точно там помню, еще когда мы с дорогой... Тогда еще раз, давайте определимся. Значит, есть ответы из нее, что нельзя здесь заключать договор аренды или нет? Вы же пока скажете, куда обратиться надо. Мы обратимся. Еще раз. Ты бы говоришь, что есть ответы полученные о том, что не будет здесь договора порезнуть. Я ходила на Поленова. Мне сказали, что в начале декабря, ну, поднимай вас вызвать, не скажи, как он. В начале декабря. В начале декабря там закончатся полномочия. Я-то вам предлагаю простое решение, без, так сказать, без напряжения. Конечно. Приостановить сейчас снос, дождаться, когда вернутся полномочия в город. И людям всем сказать, что кто желает какие-то узаконить отношения в этой части, касающейся, пожалуйста, обращайтесь. Да вам никто их узаконит, пока эта земля обременена. В чем он будет? Вот, да, с вашими же горожанами. Нет, ну, вы же сами говорите, что это все стоит незаконно. В чем обременение? Вот я и говорю, они придут и скажут, вот убирайте, а потом мы вам будем договоры. Вот, наверное, предоставление Семеновича участок под любые действия, им участок должен предоставляться свободно, на прав в публике. Никакого шумного здесь варианта, мы будем его запретить. Еще раз, Алексей, вы говорите о том, что сегодня мы представляем интересы народа, да? А вы враги народа, да, измечают? Я так не говорю. Не, вы зачем перелерги? Вы не говорите. Ну, кто, вы, ты что, с вами, если я так говорю, вы что? Ради Бога. Дайте нам время, раз такая ситуация, и вам будет хорошо, да? Маленько подождать-то можно? У нас же все документально сделано. Вот, смотрите, конечно, есть, перед тем, перед тем, как мы... Да вы не получите их, потому что мы не знаем, кто собственник этих гаражей. А зачем? Здесь под 4 квартиры в доме. И что? Наверное, 8 писем отправить не так сложно. Значит, еще раз говорю. Услышьте меня, пожалуйста. Услышьте меня, пожалуйста. Перед тем, как мы здесь собрались сегодня, уведомление было направлено в ОВД. Здесь Чистос, который отвечает за тему. Это его полномочия разбираться, с чего это не учится. И если он здесь не отработал этот вопрос, да, то давайте с этим вопросом разбираться. Почему? А почему не разбираться? Не, ну это, то что... Я не могу, если я... Для чего? Нет, 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 нет. Я не понимаю, просто домашнее. У вас послание, я не знаю. Это без печного отопления. Еще раз, слышите меня. Я уведомление и параллельно отдаю информацию. Да, у меня тоже есть. А что делать-то? Ну я же не пошел от этого. У меня полконы есть. У нас полконы. Да у меня нет полкона. Конечно, тут тут нет созданной обезбенности, значит, у меня там не было. Конечно. Так, перед тем, как его вывезли, у вас же сухие страны. А я, когда вы были в обезболивании сфотографией, здесь у вас же в обосстановлении... Вот скажите, куда я буду машину ставить? Вот скажите, куда я буду свою машину ставить? Подождите, давайте градус накалочную... Вот так вот, куда у меня, скажите, у меня стоят ни ближайшие гаражи, нет. Вот куда я буду свою машину ставить? На парковку. А тут у меня ближайшая парковка есть? Нет, у нас. На парковку, у нас поярки. А у меня есть ближайшая парковка? Подождите. Скажите, у меня есть ближайшая парковка? Где? Да где угодно. Да где угодно-то. А где ставят машины те люди, у которых нет гаражей? Давайте все... А они просто на улицу забросают и я... Так давайте все автомобили сегодня будут ставить гаражи, потому что у него есть автомобиль. А почему мы не можем ознакомиться, почему вы нам не даете это право? А я просто вам объясняю, что я не даю это право. Сегодня земельным участком распоряжается МИУ. Где вы были пять лет? Я отходила на МИУ, а были пять лет. Вы один год работаете, а пять за пять лет. Вы что вы на это скажете? Ребята, отчитываются за пять лет. Градус накала, давайте снимем. Ну давайте. Антон Алексеевич, приостановите. Мы это можем с вами сейчас договориться? Я вообще мэра приглашал, потому что человек, который был здесь до вас, сказал, что это только полномочия мэра. Постановление мэра... Да, есть запись, это все на запись. Постановление мэра утвержден порядок по переносу движимого имущества. Мы исполняем. Я отвечаю за Свердловский угол. Я заместитель мэра. То есть вы сегодня в ваших полномочиях вот здесь это все приостановить не надо? Нет. Ну тогда будем ждать мэра. За все с вами разговаривать. Второй раз стоим разговаривать, и без толку разговаривать. Вы просит приостановить маленько. Так сделайте это. Соро же это в ваших тоже речь. А чьи вы полномочия? Чьих полномочий в исполнении законов? Неизвинение, приостановите. Приостановите. Сделать, чтобы порядок. Вот раз, один раз. Ну давайте мы не перейдем. С января 19-го. Начинайте, когда вы организуете жителей. В смысле я организую жителей? Вы сами организовали? Вы сами попросили помощь. Вы о чем разговариваете? Что он за руки? Что значит жители? Я организую. Люди обратились ко мне. Я пришел. Пример силы вашего представителя. Подождите. Послушайте. 10-5 лет назад этого вопроса не стояло. Я вообще не стояло ничего. Нет, 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 даже было в речи не было. Здесь, с 13-го года, закончился решение, воспользуйтесь мне на участке. Антонович, давайте. Извините, пожалуйста, я вас перебил. Так вот, 5 лет назад ситуация была простая, как 3 рубля. Кладовки прогнили, надо убирать. Спрашиваем, нам что делать? Кстати, что хочешь, можешь гараж поставить, можешь поставить сарай. Только закрой его, чтобы он наркоман был. Вот вам, я перед вами стою. Вот все люди, которые меня знают, здесь не любят. Да, да, да. Только вот этими руками я отсюда, в десяток наркоманов, выкидываю вал, пока все-таки не дошло. Спасибо вам за это. Вот, с их же помощью, чтобы их здесь не было. Здорово, хорошо. То есть, 5 лет назад у нас не было такого вопроса, я еще спросил. А дальше-то что? А дальше будет новая администрация, вы будете, значит, подчиняться ее, как говорится, требованиям, а они пойдут вам навстречу в случае чего-то. Я правильно сказал? Да. Логично. Только отношения с нами никто не хочет завязать. Вот и все. А вопрос, в чем, ребят, на самом деле, вы законыло с вами, я должен был завязать, скажите. Да не вы. Амтоний Алексеевич, а у вас не было 13-го года, зачем мы сейчас будем, зачем? Да нет, нам люди приходят, да и принудутся какие-то документы. А можно пример привести вам? Почему дачная амнистия идет? Скажите мне, вот вам пример, с людьми работают, объясняют, как надо здесь, а у вас здесь никаких решений нет. Вот пример по дачной, по даче нашли, а почему у нас тут не можно под гараж это сделать? Вы когда приехали? Вы законите? А до этого вы, почему вообще с тряпочкой сидели и болчали там с вашей администрацией? Я извиняю, перестаньте хамить. Я не хамлю вам. Еще раз, перестаньте хамить. Уважаемые жители, вы только сейчас узнали, что на территории города Иркутска... Потому что уведомление у вас не данное вывесит. Хорошо, если вы уберете от нашей гаражей, что на этом месте вы делаете? Еще раз, уважаемые жители, вы только сейчас узнали, что на территории города Иркутска сносятся незаконно установленные гаражи. Да? Да, вот. В сентябре месяц выяснили, что удовлетворение. Почему не законно? То есть о том, что два года эта работа ведется у нас и в очереди идет к Машдану? Почему не законно-то? А по установленным какого уровня? Было же все законно при СССР, а сейчас уже стало незаконно. Ну как нету? А Россия не влезла в СССР? А вот еще раз, гаражи и другие объекты, они перевозились и пересносились и в прошлом году, и в позапрошлом. И несколько лет назад такая же ситуация шла. Ну хорошо. Еще раз. Если снесут гаражи наши, что на этом месте происходит? Я извиняюсь, дайте мне сказать о конце. Эта работа, она велась всегда. И в прошлом, и в позапрошлом, и много лет назад. Если вы не верите, то он вам подтвердит, что эта работа выполнялась. Какое право для того? Право для того, чтобы только одно земельный участок может заниматься на законных основаниях. Мы хотим на законных основаниях. У нас есть усадьба дома. У нас есть усадьба дома. Ребята, подождите. Ну есть в этом, знаете, ну давайте вот объективно. А что интересно? В этих вот словах ваших, я понимаю, что вы сегодня на позиции администрации. Ну как бы спокойно в этом году. Но есть некий указ. Они этими кладовками 40 лет пользуются. Понимаете, в чем дело? Просто раньше брали кладовки, они спинили. И когда сегодня, и когда сегодня, вдруг они узнают, что все это было незаконно, люди же просят о чем? Ну узаконьте тогда. Просто объясните, что к чему. Вот еще раз. 40 лет назад, когда не было печного, нормального отопления, когда сделали капитальный ремонт домов, проявили паровое отопление, нам администрация вызвала ключи вместе с кладовками. Хорошо, здорово было. Использовали кладовки. Не под дрова, не под кофе. Просто были кладовки. После этого эти срочные отношения все закончились. А кто-нибудь предупреждал, что закончились? Открути свой договор поиспользованию этого. А у меня нет этого договора. А вы на что? Вы не администрация должны прийти, нас предупредить, а не перед фактом стоять. Хорошо, давай будем сходить к единому мнению. Что делать? Скажите простыми словами, какой смысл сноса данных строений? Хорошо, приедут машины, заберут их нахер, все это унесут. Площадка будет чистая. Что она будет делать здесь? Мусор будет складывать. Как будет скользоваться земля? Для чего? На каком основании? Она будет освобождена от незаконного измерения. Да, мы что-то не будем делать. На весне сегодня, что это будет. Трава расти, репейник, рахоманы будут ходить садь везде. Первое. Я вам объяснил действия администрации на сегодняшний день. Почему это происходит? На основании чего? Ничего не доказали. Не объяснили. Не обосновали. Давайте так, еще раз, еще раз. Подождите, смотрите, подождите, дайте мне ответить на вопрос. Да, конечно. Первое. Вопрос. Почему сносят? Я объяснил, почему сносят. Второе. Не объяснили. Я, например, ничего не понял. Зачем их сносить? Давайте тогда еще раз объясним. Это было чисто. С самого начала. Чисто в чем? Что припейник рост? Еще раз рассказываю. Есть порядок, на основании которого... Вы поняли, а ваша коллега не понимала. Что будет дальше? Дальше-то что? Будет он чисто в пустой месте, чтобы стоять? Возвращаемся. Первое, определились дальше. Что будем делать? Не определились первое. Да, ребят, определись. Нет, не определились. Мне непонятно. Зачем их сносить? Давайте сначала рассадим человека. Они стоят. Часть, конечно, говно, а часть ухоженная. Хорошо. Значит, сегодня есть незаконное использование. Узаконите, слава богу. Здорово. Давайте узаконить возможность. Но почему же вы этим не занимались все это время? Потому что вы нам только сейчас предъявили. Вот и не занимались. Еще раз. С момента появления документа на вашем гараже, вы берете, читаете, что есть проблема, обращаетесь. Это просто объявление. Там написано больше. Это документ. Это бумажка просто. Да ради бога, как угодно. Ну вот и все, ради бога. Видите, ради бога для вас бумажка получилась. Для меня этот документ. Есть подпись, есть дата, есть реквизиты. Когда это вывешили? Только вот месяц назад. Как мы можем использовать земельный участок? Придомовая территория на основании решения жителей может облагораживаться. Для этого есть программа по благоустройству. Называется формирование комфортной городской среды. Нам комфортно, чтобы гаражи были. Нам комфортно. Да, дайте вы мне сказать. Жители, можете определять, под что и как может использоваться ваша территория. Я гараж. Для этого... Не сносите. Пять минут потерпите, пожалуйста. Да, конечно. Для этого вы, жителями, делаете вообще домовое собрание и определяетесь. Первое, самое главное, определяетесь земельным участком, который является земельным участком под вашим многоквартирным домом. Это неразрывная связь между объектом неближимости и земельным участком, который находится под ним. Со всеми элементами. Парковки, если есть детские площадки, спортивные, сушки белья, трансформаторные будки, которые связаны с этим домом и со всем остальным. То есть вы берете и первое, что делаете, земельный участок под домом. Потому что даже если рассматриваем любую ситуацию, в том числе с гаражами. А я хочу вот там поставить. А сосед говорит, нет, от того дома. Здесь мой будет стоять. Нет такого. Есть четкое направление квартиры, направление гаража. Да где четкое направление квартиры? У всех документов есть. Хорошо. Хорошо, у нас сейчас есть деньги, да? Вот еще раз. Я вам сейчас объясняю порядок использования земельного участка. Мы это знаем, как вы используете. У вас сейчас есть деньги, я понимаю, вам надо их использовать. А вот почему вы не используете? Мне же думают, что здесь такое безобразие. Что здесь, что там? Нельзя в смысле сделать там, что вы хотите? Хорошо. У нас есть возможность задавать вопросы. Хорошо, отвечаю на ваш вопрос. Сегодня администрация исполняет бюджет. В рамках утвержденного бюджета, который депутаты утвердили. Все расходные обязательства сверстываются в один бюджет, где прописывается, чем будет заниматься администрация за год. Каждое направление четко расписано, на что выделяются деньги. Утверждается это решением Думы. После этого идет исполнение бюджета. Администрация исполняет каждое из направлений, которое прописано в бюджете. Вот эти вот гаражи лучше выделить. Есть для марта, они не ремонтироваются, разваливаются. Он давит, уже обваливается. Это все понятно. Посмотрите, мы провели... А скажите, пожалуйста, а деньги на взрос таких гаражей когда начали у нас были выделены? В декабре 2017 года. А почему нам-то только в октябре этого года до них? Подождите, ладно, все, потому что была сформирована программа. Программы были доведены лимиты. На основании лимитов было сверстанное все расходные обязательства. А мы-то об этом не знали. Дело немножко не в этом. Подождите, давайте по смыслу пройдемся изначально. На каком... Ну, зачем вообще это надо по-человечески? Зачем все это... Ну, жители дома выступают против гроза гаражей на придомовой территории. Давайте, ну, все, мы все. И хотим узаконить это на законном основании. Здесь, на этом месте будет то, что вы сами решили. Гаражи хотели оставить хотели. Еще раз. И никому не мешают. Еще раз. Как же нам будет порядок? Вы хотите сказать, чтобы не нас нести гараж, а потом заходите за мной? Ну, как получилось, гаражи у нас уже стоят. Так помогите нам узаконить их. Вот, здорово. Вот вы здесь собрались жители от четырех-пяти домов. Все представители... А все жители этих домов есть? Да. А вы уверены в том, что не найдется такой человек, который скажет, а мне этот гараж мешает? А давайте по большинству тогда делать. Подождите. Есть ли какой-то российской сферации? И все, что ли? Нас-то большинство... Большинство нам нужно решать. Еще раз. Я един какой-то. Даже Мамюра говорит, вы уверены? Да, да. В этих домах, да. В этих домах нет человека, который бы сказал, что здесь стоят... Подождите нам его. Вы в этом уверите? Да? Да, я буду пустить одного. А большинство вы не будете слушать? Так будет один ходить на всякую крепость, говорить, вы будете... Я буду снимать по всей подписи, и будет подтверждение фактически уже документальное. Уже в прошлый раз в собрании проводили подписи, отправляли. Да. Мы забирали. Там 36 подписей было. С квартирами сдавали, с квартирами полно. Значит, как можно использовать земельный участок? Первое. Скажите, пожалуйста. Ставится земельный участок на кадастровый учет. Узаканивается его. Узаканивается, да. По уже сандатам Российской Федерации. Этот земельный участок становится неотъемлемым от дома. Привязка квартиры идет, да? Ваша собственность. Это является собственность жильцов нового квартирного дома. Расскажите, пожалуйста, как это сделать? Для этого вы должны провести общедомовое собрание. Определить границы земельного участка в соответствии с планами жевания города. Вы заказываете эту тезию? Так как город, значит, сейчас... Ну, то есть вы знаете, как это делать. Берете кадастрового инженера, определяете эту управляющую компанию, либо одного представителя, кто будет сдавать документы в гос-реест. Далее. Берете этот план, который... Да вам город, чтобы вымерили, да. Да. С точками со всеми. С общим собранием. Горосу, может быть, это будет в смысле. Подождите. Твой человек расскажет, нормально все говорит. После этого Брос-реест раздает документы. Стоимость земельного участка, но под одним домом, там 4 точки отбить, там 10, я не знаю, 12 тысяч рублей, которые просто делятся на все квартиры. Ладно, попадаем на деньги далее. Подождите, но вы не попадаете на деньги. Попадаем на деньги. Но вы сегодня... ...отбить 10-12 тысяч рублей. Зарплаты нет, работы толком ни хрена нет. Что делаем далее? Ради бога, находим деньги. Мы все это узаканиваем. Это все остается? Еще раз. Для того, чтобы войти в программу по формированию комфортной городской среды, жители Моноквартирного дома определяют проект, план, что необходимо благоустроить. Подаются документы в администрацию. В администрацию в порядке живой очереди и фактического состояния дворовых территорий принимается решение, включается в программу. И каждый год поэтапно идет выполнение этого плана. Этой программы. И администрация, муниципалитет, депутаты вкладывают деньги, чтобы благоустроить территорию. И так благоустраиваются все дворы на территории всего города Иркутска. Если, пожалуйста, вас, как люди, получается, мы делаем план согласован со всеми инстанциями. И нам еще мэрия выделяет деньги, чтобы достроить гаражи. Благородить территорию, грубо говоря. Сделать благоустройство. Где-то убираем бордюры, где-то траву высаживаем. Чтобы все было красиво и черно. Освещение, асфальтирование, лавочки, скамеечки, детские спортивные площадки. Вот те работы, которые сегодня проводятся реально. А межевание участков проводит местная администрация? Местная администрация сформировала, закрепила постановление в целом все элементы карты. Сверховский округ разбит, по-моему, на 18 элементов. Каждый элемент уже прописан границами. Но ваши границы, фактически, вы берете эти границы, смотрите и говорите, нет, вот здесь вот так, это не так. Какая-то корректировка идет. Но вся территория, она разбита, как лоскутное одеяло. То есть свободных мест нет между земельными участками. Поэтому, если идет решение о пересмотре земельного участка, то она затрагивает несколько земельных участков смежных. Принимается решение, и вам уже выдается территория, которая... По плану, получается, нашего района, вот по эти границы, частных участков вот этих, вот, межевание проведено. Вот эта территория, до дороги, которая входит в зону дороги, она определена за район администрацией. Получается, потому что, точнее, она никак не размежевана. И собственник не установлен. Согласно плану. Собственник Российской Федерации распоряжается Министерством имущественных отношений Иркутской области. Замечательно. Диктуют свои права, да? Да. Которые закончатся... То есть только... В январе закончатся... Да, но это же перенески сделаешь, иди. Хорошо, что делать тогда, что-то надо из-за какого-то вывода подходить к какому-то решению. Сейчас, в январе, будет признана другая власть. Путь передается до второго. Но это бездравится никакая власть. А еще вопрос по бюджету, который был определенный. Его же возможно перенести на следующий год. В этом еще страшного не будет. Нет такого перенести бюджет на следующий год. Как нет? Бюджеты переносится. Если бы не освоились, почему бы их не освоили? Почему бы у нас все осваивать, а не летом циклом? Да, вот так. Потому что такое бюджетное законодательство. Или что-то не так. Ну, то есть вы нам сделаете гадость, перенесетесь, несетесь? Когда идет исполнение по 400 миллионов, переносим на следующий год. Ничего страшного в этом году. В следующем году открывается. Но деньги не переносят. Формально не переносятся, но мы же с вами понимаем, о чем речь. Я-то, понимаете, да и... Человек тут пытается меня, так сказать, шпильку мне тут, да? Что я вот это вот все организовал. Я вам еще раз объясняю. Вот приехал. Люди ко мне обратились. Я приехал. Пригласил. Люди, которые... Я приехал. Нет. Нет, к вам обращаюсь, вы нам помощи не сделали. Человек, который был Константин Витальевич, по-моему, да? Анатолий. Нормально разговаривали, вполне. И он сказал, что мы договорились об одном. Полномочия перейдут в город, давайте к этому вопросу вернемся, чтобы людей сейчас не третировать. Он говорит, решить может только мэр. Я обратился к мэру. Говорю, будет собрание, придите, нам помогите. Причем по нашей... Вы начали меня тут обвинять в том, что я, значит, вот это вот. Вот люди, пожалуйста... Еще раз, мое обращение к вам было бы сказано с тем, что люди пять лет не знали, чем заниматься. Людей не было проблем. Как это не знали? Еще раз, еще раз. Мы храним, 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 храним. Выживали, выживаем и будем выживать в вашем положении, как вы с нами относитесь. Вы с нами не разговариваете никогда. Вот в чем получается проблема. Давайте без скандала. Антон Алексеевич, вы нахуй. Вы меня спросили, почему не было информации пять лет о том, что нужно обратиться в МИО. Но, ребята, если вы сами не знаете, у вас есть представитель, депутат. Обращайтесь, он вам подскажет. Он знает, куда нужно обращаться. А у нас время на это есть. Вот она и должна войти в эти вопросы. Вы же для людей работаете на самом деле. Пойдите на встречу, дайте время, чтобы узаконить... Дайте нам время, мы все сделаем. Еще вам же спасибо. Еще помогите, чтобы законить все это. Если там когда-нибудь еще... Есть ли договора на перенос подрядчика, можно уже отрочить. Вы поймите меня. Я не могу себе... Вот здесь я сношу, да, контейнер. А здесь я не сношу. Почему? Ну, потому что здесь жители попросили. В прокуратуру вместе со мной. Вы пойдете? Да. Только дайте знать. Лично пойду. Все брошу. И не я один. Все пойдем. Еще раз. Все пойдем. Заинтересованы, все пойдут. Ну, понятно. Все пойдем. Здорово. Это все слова. Это не слова, поверьте мне. Слова. Извините. Я дожил за седых волос и не собираюсь свои слова, как мужик на ветер бросать. При всех говорю. Адринистрации не проводят капитального ремонта. Я вам... Вы же понимаете, о чем речь. Антон Алексеевич. Работа может выполняться и участками. Ребята, ну давайте. Все. Смотрите. Сейчас, если мы... Мы в прошлый раз чуть не заехали в историю про политику. Про политику. Какой смысл? Вот у нас... Никакой политики. Я расскажу. Нет, я говорю, чтобы мы сейчас это... То есть, что у людей накипает, вот и политикам возникает. Мы сейчас за Украину будем разговаривать про это все. То есть, предложение вот из того, что я как бы понимаю, да, просто это сейчас все приостановить. Каждая ситуация разная. Вот на Синюшке, на Пятаке снесли гаражи. Там эта помойка, мы ее еще в прошлый созыв хотели снести. Но там реально никто не пользовался. Да ладно. Да. Да действительно. А поехали вместе на Синюшке? Да были мы там, Антон Алексеевич. Были. Были мы. Очень удобно. Здесь говорят, что здесь жители молодцы, а там свиньи живут, поэтому... Да почему свиньи так? Да мы этого не говорим. Даже близко этого не говорим. Да. Там уже в домовой территории. Мне как-то говорили, вы же депутатом были в администрации. Рабущусь, а так ведете. Но это что вообще за поведение? Свиньи. Я таких слов не говорил. Человеку на видеозаписи ведет. Вы себя так не ведите просто. Если мы хотим конструктив, давайте конструктив. Вы сказали, что там нужно снести. А здесь не надо сносить. Мы сносили в центре. Правильно. Где это было возле центральных дорог. Правильно. Мы сносили действительно. Да. Понимаете? И много было мест, где вообще никто не пользовался. Я же вам что предлагаю? Провести ревизию. Здесь тоже мы сейчас найдем гаражи, которые не пользуются. Да, которые не пользуются. Снесем их давайте. Люди, кто хочет пользоваться, пусть платят в бюджет 3 копейки. Я же за это вам говорю. За дифференцированный подход. Мы за это. Мы за этого. Ну что вы к этому 13 году приступили? Вас просят помощи, а не 13 год. Если вы были заинтересованы в бюджете, почему не пошли с людьми, не заключили договор, не собирали деньги? Я вам скажу, что с этого года ты работаешь в бюджетах. Если в бюджетах не было, я не знаю, что в бюджетах не было. Кто-то приступил. К нам нету, никто не приходил. К нам нету, кто-то не приходил. К нам нету. Люди же как-то в министерстве учат. Другие люди обращаются в министерство. А почему я нужна, а вы как администрация, почему мне не поможете? Два месяца осталось. В северном полномочия, Милу закрылась. Я думаю, что там нормальный в целом подход. Такой, знаете, не скинемся государственные. Тихо. Какие проблемы? Так, так, так. Давайте без эмоций. Давайте сделаем нормальный. Молодой человек, давайте без эмоций. Ну просто. А что, 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 что ты чай? Мы же на грошу будем убирать, стараться работать и ставить красивый сбор. Что можно выложить? Что делать-то здесь? Сиди, как говно. Ребен не краситься, романы нахуй ходи. Постоянно. Ну, слушай, без маньяков. Но здесь будет такая чистота, которую вы сами организуете. Мы жители. А мы сами, да? Мы жители не бросаем. Здесь живем. Да ни одной соринки нету. Ответу, это какой-то... Какой-то и то. Дальше мы сейчас что-то не думали, что в мишке. В гаражах, в гаражах, в гаражах, в целую часть занимают. Проезжая часть, там люди ездят, там гости города ездят, там гаражики какие-нибудь ржавые стоят. Тут у нас даже проезжая часть, ну, осторожно, у нас тут только местные жители ездят, которые сами же установили эти гаражики, они сами же и не против. Вот еще раз. Вот 24-я железнодорожная гаражит, прямо на лицевую сторону. Есть план, будем просить, давайте мы следовать, но я вам поддерживаю. Мы тоже хотим видеть красивый город. Тут стоят во дворах. Хорошо, давайте. Мы с вами сошлись на то, что мы хотим, чтобы город был красивый. А мы с вами заканчиваем операции этих земельных, давайте сделаем. Мы видим нам, как. Я вам рассказал, как. Вы рассказали, что мы не сможем, так что вы нам дайте время. Просто время достаточно, чтобы не было такого, что через два дня приедутся носить. Вот еще раз, вас как зовут, Александр? Александр, с момента появления этого объявления, вы обращались к МИУ? Там было написано в объявлении, просто требуется перенести гаражи, не узаконить отношения, не нанести. Да, да, да. Просто и все. Да. Правильно, потому что здесь стоят незаконные. Правильно? Ну, почему не прицепить? Вас просят, он мочит, все. Ну, подождите. Ну, зачем вы их отправляете в МИУ? Ну, очень мило, заканчивается весь январь. Ну, мы для чего с вами сейчас это? Ну, если просто поговорить, ну, давайте разойдемся. Если мы хотим решить, давайте решим. Не можем решить, ну, давайте... Очень удобно говорить о том, что там не мой округ, там можно сносить. Просто на почувствуйте, пожалуйста. Я здесь депутат. Я занимаюсь этим округом. В другом округе пусть занимается другой депутат. Правильно. Мы здесь тоже живем не первогодный. Правильно. Полста лет уже живем. Я же не мэр города. Я сюда приглашал так-то мэр города. Все заинтересованы. Вы знаете, что там, в Низе, это нормально? Да. А здесь... Мы занимались, причем выборочно. Все гастромеды. И с людьми встречались. И даже, кстати, с Юдиным в центре с людьми встречались. Более того, администрация, которая была еще при Гординой, да? Места находили людям, куда перенести, когда тоже было напряжение. Понимаете? Были склады, которые брошены там, сносили без разговоров. Я-то только за это. Я вот это вот тоже смотрю. Я понимаю, что это не айс, да? Вот это вот. Хлам вот это. Кладовки будут снизить. Понимаете? Речь-то только об этом. Давайте дифференцированно подойдем и все. Еще раз. Еще раз. Если мы хотим... Глядя на кладовки. Кладовки – это недвижимые имущества. Это кладовки. Речь идет про... Речь идет про гаражи. Речь идет про объекты, которые обладают признаками движимого имущества. А что, а кладовки поставить? А что нам в капитальные гаражи поставить? Вывесимое, 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 вывесимое. Да. Где программа? Ясно. А что говорилось? Да. Привезено порядок. Нам нужно платить. Здоровые 10. Да. А есть не движимое. Здесь сейчас гаражи вывозим, а кладовки эти бросим? Это две разные программы. А, брус, и, на помидоры. Давайте гараж назовем кладовкой металлической и его оставим как кладовка. Или поставим на фундамент от железной гаража и заходим тогда. Вот именно, что-то одно и то же. А кладовки, когда жили, это все оставляли же для людей. А сейчас почему-то вот это вот... Тепло, это все не годно. Можно же оставить, есть. Причем люди же против этого поставили, которые здесь же живут. Ладно, мы бы все здесь квартиры снимали, кастробайтеры были бы, мы с другой страны, которые прогадать не имеем. Мы тоже здесь живем. Смотрите, давайте сворачиваться, ребят, правда, Антонович, давайте, потому что мы с людьми поговорим сейчас... Какой-то консенсус мы можем здесь найти? Конечно, всегда найдем консенсус. Давайте, предлагайте. Ребят, я... Значит, смотрите, я предлагаю, если вы согласны, да, если какие-то есть еще предложения, но мы же эту позицию обсуждали... Да-да-да, говорите, говорите, говорите. В январе месяце, как только полномочия перейдут в город, определится структура администрации, которая этим будет заниматься, мы подойдем дифференцированно. Те, кто хотят здесь, чтобы был гараж, будут каким-то способом определенным, там, или Дума, или там, какой орган это определит, будут это делать на законных основаниях. Все остальное мы просто сносим без скандала, да, и получаем... Вы благодарность, как работник администрации, и люди спокойны, да? Все правильно. Мы этого и хотим. То есть, вот только это предложение. Я понимаю, если бы у нас полномочия были в области еще лет пять, да, но мы же... И мы устраняемся от ответственности, которые не хотели бы его заканивать. Полномочия в области ничего не менялась. Это же была чистая политика там, что там, кто этим полномочий? Там область все, что... Ну, я вам могу сказать, не под камерой, но все, что можно было, область в городе тормозила. От начала до конца. Любое темное. Выделение подсадик. Да, ну, это была такая история. Основанная на личных, так сказать, неприязненных взаимоотношениях. Я сейчас не говорю, какое решение было, я говорю о том, что отношения узаканивались и смело. Это такой же орган, в котором происходит узаканивание отношений. Чем не менее. Давайте, 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 давайте будем решать проблему, помирить поступление, правильно? Я вам говорю о том, что я не могу сегодня сказать, что сейчас я сношу в гараже, да, а здесь я не сношу. Потому что, если я так сделаю, завтра весь город станет и скажет, а что это можно, а нам нельзя. Мы правильно остановить. У нас уже было от нас заявление. С 25 по 37 дом, оно уже у вас зафиксировано печатью. Оно рассматривается, наше заявление. Отлично. Вот, а теперь послушайте меня. Неужели вы думаете, что я такой мазохист, что вот администрации больше нечем заняться, чем создавать проблему. Ну не садитесь, что незаконно вас нечет. Сегодня эта работа проводится в целом по всему городу Иркутск. Эта работа проводится в целом по стране. Есть такой порядок. Сегодня здесь эта работа проводится, потому что здесь нет разрешительных документов. Снести чужой гараж, но не снести ваш гараж, потому что вы пришли и сказали, а мы не хотим. Я не могу. У меня нет таких полномочий. Так во дворах вы себе не можете. Да почему? Вы же пишете, что на основании потом решения суда вы все затраты, которые понесете при сносе этого гаража, вы нам потом выдвинете. А у кого-нибудь такие полномочия есть? Да, у кого-то. Ну, правда, я вас прошу. У кого-то? У кого-то нет такого. Есть закон, вы все его исполняете. Здесь есть несколько заброшенных гаражей, которые никому не нужны. Да разберемся все это. Просто привести порядок. Если все касается порядка, то разберемся по нашей улице. Есть хозяин, есть гараж. Да. Отлично. Есть хозяин гаража. Используется гараж. Используется незаконно. Значит, так как нельзя. Ну, нельзя. Как нельзя? Ну, почему 5 лет-то? Ну, потому что вы с нами не работали. Это уже, вот, критерии такой. Не работайте с людьми. Вот нельзя было у вас, получается. Мы с вами говорим уже по несколько раз. Правильно. И будем говорить, потому что вы сейчас залазите на нашу территорию. На ту недвижимость, которая нам нужна здесь, получается. Ну, движимые мышцы. Ну, движимые мышцы все равно нужны. У каждого человека свои проблемы. Не каждый год нам объявлений вешайте. Ну, подожди. Не каждый год нам объявлений вешайте. Вам нет. Вам нет, да. А тому вешайте. Подождите. У нас о работе идет каждый год. Ну, а вот у меня уже. Я говорю, что в 2014 я только сейчас получила. Ну, значит, до Восточной дошла. А? А тоже вот такие вот гипоти собирали. А пермать сейчас. Конечно, гаражи наши берете, так красиво тут станет. Да, вообще просто. Облагородиться все. Мы хотим, чтобы были гаражи. Мы облагодарим здесь территорию. Еще и ты тут сами садим. Я не знаю. Еще раз я вам говорю. Вот сейчас, да, порядок здесь. Такой же порядок здесь был некоторое время назад. Мы были не против же клобовки. Были плохие. Мы были не против. Давайте. Клобовки все сказали сносить. Пожаро пасы. Хлам. У нас даже люди за клобовками сажаются. И убрали. Морковь, цепи, околи, картошка там порядок. Конечно. А вы говорите о чем-то. Что здесь порядок какой-то. Тем более здесь люди не знают. Всегда порядок. Порядок, посмотрите. Придите днем, да посмотрите. Здесь, опять же, порядка особо большого нету. Потому что здание дряхнет. Никто не знает, когда они будут сноситься. Говорят, что сноситься будут не скоро. Дайте возможность сноситься, пока они руками. Потому что на весну это. Так мы не идем. Во время. Дайте мне вести порядок. Каждую весну здесь субботник проводится с жителями совместно. Сами убирают все. Подождите. Но вы хотите сказать, что вы всю дорогу убирались. Вот последние 20 дней перестали убираться. Почему? Вселенный сел. У нас звонник, если приходит, это счастье. Всего звонника-то нету. Сами люди убирают. Тут держат ни бычков, ни мусорок, ни наркоматов, вообще никого. Приходят, выгоняем. В чем проблема-то? Это и есть порядок. По сравнению с пирамидом, здание не имеет существенный износ. Хорошо. Уважаемые жители. Вот просто вас помощь. Я объяснил позицию администрации. Что сейчас происходит? Почему это происходит? Ко мне есть еще вопросы? Вы не хотите нам помочь? Вы отказываетесь. Понимаете? Вас пригласили. Вы отказываетесь нам помогать? Видим, чем администрация принимает. Значит, первое. Я предлагаю по каждому гаражу, причастному индивидуально, по администрации. Согласен. Приходите. С заявлением можно? А какой смысл встречаться индивидуально по каждому? Мы же вот общедомовое собрание, можно сказать, проводим, и вам вырабатываем единую позицию. Подождите, подождите, человек предлагает дело. Я правильно понимаю, Анатолий Алексеевич? Мы приостановим и высказываем конкретно ничего. Мы не будем. Ну вот, видите, я вот это спрашиваю, будете вы нам помогать? Другой амсибит противоречит. Ну, мы вас одно спрашиваем, не буду я вам помогать, но придите к управлению. Мы одного с футболем каждый раз. Еще раз. Еще раз. Вы спрашиваете, что делать дальше? Те, что нужно делать, это по каждому случаю встречаться с тем, кто это может решение принимать. До того момента, как это решение принято. И здесь уже появился план работы, контракт заключенный муниципальный, вывешенные объявления, все остальное. Конкретно куда прийти, скажите? Конкретно куда прийти, скажите? Конкретно куда прийти, кому принести заявление или говорить. Вот я пришел к вам, я располагал действия администрации. Что делать? Куда приходите нам, объясните? Индивидуальная система. Я пришел, 201-й ваш кабинет меня отфутболили, дальше куда мне идти? Здесь сказали, сноси, убирай гараж. Вам объяснили, что эти решения сегодня принимает орган не муниципального, а орган региональной власти, Министерство имущественных отношений. Еще раз вопрос, вы нам помогать будете? Ходить в МИО? Нет. Нет. А зачем вы нас тогда приглашаете к себе? Для чего? Чтобы сказать, а еще раз, идите и убирайте гаражи. Подождите, еще раз. Я вам объясняю действия администрации. Ну что, у вас просят помощи? Вы это тысячу раз сказали про это. Администрация, администрация. Сегодня решение администрации. А теперь это участка не принимает. Вы понимаете, что у кого порожня-то не левать? Так и скажите, мы помогать вам не будем. И все, и разойдемся тогда. Что говорить-то одно и то же? Услышьте меня, пожалуйста. Я говорю о том, что для того, чтобы в этом году эти гаражи остались на месте и не сносились, есть механизм обратиться в МИО и узаконить эти отношения до конца года, пока они не будут переданы в органы местного самоуправления. После этого уже органы местного самоуправления будут принимать решения. И уже в плоскости муниципалитета будет принятие решения о дальнейшей судьбе данных земельных участков. Первое, что необходимо сделать, это решить вопрос, чтобы не сносили гаражи сейчас. 20 дней назад появилось объявление, пошли в МИО, решили вопрос. На месяц, на два, на три, до конца года сделали договор, показали, что есть закон о использовании земельного участка. Все, дальше можно жить нормально. У меня есть основания для того, чтобы не сносить. И не появляется коррупционный фактор для того, чтобы здесь сносить, а здесь не сносить. Все. Это делать от всей улицы, от каждого дома или отдельно от гаража. Еще раз, это делается все индивидуально. Индивидуально. Каждый человек по своему гаражу, по использованию земельного участка. Если будет... Меня пригласили на... Сказать, что называется на тревогий человек, меня пригласят... Вот еще раз. Я вводила на Поленова. Мне наставали... Письменное... 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 Писалый... Поленово... Да, Поленово... Один... Я вам говорю, что решение по земельным участкам принимается в плоскости МИО. Пока это решение не будет принято, я обязан снести гаражи. Объясните, МИО, куда обратиться? Это где по городу? По какому адресу? Мысина 2А или Карлолибник-Т47. Хорошо. Еще есть вопросы? Ой, если обращение... Если обращение... Состоялось, вы не будете сносить, потому что... Не обращение. Есть ли решение по этому... Ну, у них два месяца, они сейчас скажут, почему мы будем с вами принимать решение, которое у нас осталось два месяца. Хорошо, скажите, пожалуйста, как будет человек в командировке? Как будете оформить все это сделать? Некому идти. Ну как? Ну, некому. Я вот не могу, я инвалид, я не могу человек в командировке. Как быть? Пожалуйста, объясните. Это не денег, а я принесение инвалид. А ты, это стоит доверенность... Вот мы возвращаемся с вами. Что делать? Я вам подсказал механизм. Что можно сделать? Что реально можно сделать не нарушая закон? Вот я объяснила, мне умеют, как бы... Вот вы нам объяснили, реально, мы приходим в МИО, нам там отказывают, дальше наши действия. Значит, я сношу, потому что вам отказали. А нам так удобно. Нормально. Помогли, спасибо. Вы для этого пригласили, чтобы вы нам помогли. Ну, а вы с нами разговариваете, как с нередями, получается. Ну, очень жаль, что вы считаете, когда... Вот так вот разговариваете, не хотите его нам помогать, хотя должны работать с населением, получается. А в силах администрации выполнения данного контракта поставить самую последнюю очередь по этому округу. На самое последнее место. Так, чтобы в течение вот этих полутора месяцев он, ну, максимально оказался на последнем месте. Ну, просто не успел. Затормозился просто. Да, просто притормозился юридически. Ну, вот еще раз. Ведь это возможно. Но нет такого гаража, где бы приехал, да, я, и мне сказали, спасибо, что вы приехали, сносите его нах. Нет, вот здесь вот есть несколько гаражей, пожалуйста, хоть сейчас. Спасибо. Их можно сломать, они никому не нужны. А, эти-то. Да, здесь есть группа гаражей, которые можно уничтожить хоть так. Ну, вот еще раз. Смотрите, есть подрядчик, который работает по контракту. Он приезжает, он не выбирает, этот беру, этот не беру. Он убирает, всю сразу поляну защищает. То есть, куда он? А если на какой-то гараж есть документы и разрешение, второй его убирает? Нет. А тогда, получается, выборочного можно работать. Вот помогите документы сделать. Ну, если у вас, если у вас, одному можно, другому нельзя, получается, у вас. Вот так вот. Одному можно, другому нельзя. Нет. Если есть разрешительные документы на гараж, то он не выбирается в любом случае. Каждый второй выбирает. Вот, короче, давайте в первую. Хватит болтать. Подождите, подождите. Какая аудитория? Подождите. Вы зачем это переводите? Я же вам предлагаю узаконить. И я говорю узаконить. А вы меня в каком-то... Вы начинаете обвинять. Кто сегодня может узаконить? Еще раз. Через два месяца сможет узаконить город. Сегодня полномочия Министерства имущества. Куда это уже отправить? За два месяца до окончания полномочий это то же самое, что их отправить в никуда. Ну вы же с вами... Мы же с вами... Мы же с вами... Мы все понимаете. Мы все понимаете. Популизм это у вас сейчас. Вы их пытаетесь отправить в мир, за них не знай ответ. Ага, иди туда, не знаю куда. Ну потому... Нет, когда у людей заканчиваются полномочия в декабре, кто будет заниматься этими гаражами? И почему это все инститамиры? Это в деме. Еще раз. Вы почему сейчас за него принимаете решение? За деньги на обвинь. Ну хорошо, мы обращаемся к нему. Честно говоря, Антон, я приглашал мэра на самом деле, да? Мы понимали, что вы ответите то же самое, что ваша заместитель. Ну, вот честно говоря... Спасибо, что время потратили. Вот честно говоря, сегодня я вижу, как вы играете на то, что у людей реально проблема. А это что ли проблема, что ли, для вас? Для нас проблема. Кому он побольше, скажите, что бы мне морально стало легче? Ну, как бы кто-то за меня заступает. Мне легче. А мне тоже помог. Потому что когда к вам до администрации приходил, где никто ничего не разъяснил, а человек мне помог и вас вызвал, а я бы вот так вот не могу вас вызвать. Да, конечно, нет. Ну, я же не броня. А почему он дает все? Помогает. Так что... А вы при нас его же, простите, это самое... Оскорбляйте, по-хорошему. Он не передергивает ничего. Да? Вот, скажите, что... Что я передел... Что я сказал... Что он возбудил тут это собрание? Не, не, он... Мы сами здесь сказали. Я предсказал своему мнению о футболе. Решение. Послушайте... Он только приостановить снос можете вы. Зачем вы начинаете? МИО не оформит им за две недели ничего. Откуда вы это понимаете? Ну, так я знаю, потому что оформлял там сам то, что мне надо было, понимаете? Значит, еще раз. Уважаемые жители, вы хотели узнать, почему и как можно сделать. Я вам объяснил позицию администрации. Что происходит и какие действия можно предпринять. Ваше право использовать этот механизм либо не использовать. Мы обращаемся в НИУ на период узакания отношений с Министерством. Это все пустое. Когда кто успеет, Новый год она сон. На время, пока вы обращаетесь и получаете ответ, я не буду трогать ваши гаражи. Вижу ответ на этот министр. Вижу. Так я вам это сам молчал. Я говорю. Почему вы не решили? Он еще не решает. Это вы не говорите. Это первый раз. Еще раз. Еще раз. Вы меня спросили, какие действия могут быть? Я вам сказал, какие действия могут быть. Если МИО дает разрешение на использование земельного участка, администрация не сносит этот земельный участок, этот гараж... Я вам сразу говорю, а если нет? Нет, нет. А если нет, то нет. А почему же нам так даете сроков-то мало? Два месяца все тогда. У вас пять лет было. Почему вы эти не занимались? Не давали нам эти пять лет. Вот только повесили объявление, поставили перед фактом. Все пять лет, еще раз посмотрите, все пять лет гаражи сносились. Все пять лет. Почему вы пять-пять лет назад не пришли? Почему? Просто вас не дошли до вашего гаража. Это не значит, что мы разговаривали. Но мы сами же приходили в администрацию тоже. Спрашивали, как вы закончили. Да. Давайте все-таки подведем итог, а то это реально надолго. Итак, мы всей толпой шагаем в МИО. Да. Раз. Индивидуально получается, а не всей толпой были. Надеюсь, вот этого количества устного заявления, снятого на камеру, достаточно, чтобы пока от каждого из нас, конкретно, вот, с 37-го по 25-й дом, вы не получите решение МИО, вы их не тронете. Вы услышали от меня решение о том, что пока вы обращаетесь в МИО, администрация в ваших гаражах не трогает. Я вам сказал это. А почему с самого начала это так не сказали, Антон Алик? Ну, серьезно? Мы же мне как-нибудь не сказали, мне как-нибудь в школу, на камеру. Вопросов нет. Вопросов, да? Я здесь депутат на территории. Как только появился вопрос по нашей же просьбе. Смысл не законы, они использовали законы. Вы завязываете популизмом заниматься этих дней. И что? Еще один вопрос. Встречайте, перешли полномочий. Подойдет? Вот насколько... Не индивидуальная коллективность. Только индивидуально. Так что это? Да лучше коллективно, да и все, и все. Мы всей толпой напишем. У нас есть люди, которые хотели передвигаться вместо вот этой женщины, вместо вот нее. Еще раз. Министерство имущественного отношения. Это плоскость регионального уровня. Это не муниципалитет. Я вот это понял. Я не принимаю там никаких решений. Все, что вам нужно сказать сейчас, я попробую задать себе вопрос более корректно и все-таки более спокойно. Мы всей толпой. Кто как, кто по доверенности, кто у нас не может передвигаться, значит мы берем его обязанности на себя и обращаемся в МИО. Пока не принесем вам смело ответ, неважно какой, да, да, нет, нет. Вы дадите нам обещание, да или нет. То есть вы не будете трогать вот эти постройки? Да. Все услышали? Да. Записано. С завтрашнего дня идет. В таком случае простите нас за то, что мы вас так долго задержали. Вам большое спасибо и вам тоже. Отдельная благодарность нашему многоуважаемому. И мы больше не имеем права вас задерживать. Спасибо вам. Есть время. Спасибо, что нас выслушали. Я извиняюсь за все действия, которые со стороны администрации. Если кто-то из моих работников некорректно с вами общался, я извиняюсь за эти действия и за это отношение. Это, конечно, спасибо. Понятно. Как на Руси говорят, кто старое помянет, тому глаз вам. Но только на Руси продолжаем это вопрос. Да. Тому два. Оба. Уважаемые жители, мы не собираемся не воевать нескандалей. Вместе с тем, я все-таки призываю вас поставить земельные участки под вашими домами на кадастровый учет. Они налогом не облагаются. Земельные участки, придомовая территория не облагаются налогом. Но это будет ваша собственность. Она будет общедолевая собственность. Ее нельзя будет использовать каждому отдельно. Это точно так же будет, как чердак, как подвал, как лестничные клетки, проемы и все остальное. Но уже никто иной не сможет здесь появиться. Сторонний, имейте в виду. Сторонний. Потому что сегодня равное право по использованию земельного участка.